МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Захованье пожарной безпеки на уборочной под контролем МНС. Вратовальники выезжают с рейдами в районы. Будовников ратуются цпякоты. Активисты червоного крыжа раздают пятную воду. Школа можностей. Наши корреспонденты доведалися, как проходят дни подлетков в лоевском лагере «Патриот». А зараз об этом меньшим больше подробно. Обмеркование лучших методов к работе с молодым, удокладнение проблем, которые иснуют в этой сфере, и выпрацовок рекомендаций по их передолине. Сегодня у Речицы прошел республиканский семинар «Практикум» по досканалению деятельности державных органов в реализации молодежной политики. Выказанные пропановы и перспективные накерунки в материале Олега Синцерова. Республиканский семинар по пытаниях реализации державной молодежной политики – это 350 денег в кузовских регионах Беларуси, керевники структурных подразделений у ваконавших комитетов, идеологичные работники, представники громадских организаций, журналисты. Причем кожная область приехала не только для того, как познаемца с опытом инжен, а и представить свои лепшие на працовке. Такий формат обратный не вопадково. Это рабочая нарада, якая моя на увазе распространение лепшего опыта реализации молодежной политики. И еще одна задача – проанализовать эффективность выконания доручению президента, выказанных по час работы 5-го Всебелорусского сходу с устречой с творчей молодью, а так само пропанул, яке прогучали на почнем съезде БРСМ. Когда проходил съезд нашего молодежной организации БРСМ, были предложения по увеличению молодежного возраста. Не 31 год, а несколько больше, потому что уже совсем другая продолжительность жизни. И, наверное, молодой человек себя чувствует уже молодым еще и в 35, и в 33, не только 31. А, возможно, еще какие-то вопросы возникнут, которые необходимо решать. Это и профессиональная ориентация наших старшеклассников, это и получение образования, и трудоустройство, предоставление первого места работы. И это работа по патриотическому воспитанию молодежи. А, в принципе, это охват всей молодежи, начиная с дошкольных учреждений, так как и была поставлена задача. Подчас работы семинара ранняя правоориентационная работа с молодежью называется «Сирот приоритетов державной политики», «Сирот огученных пропонуток самоформирования у молодых жихоров краины», «БОЖ активной житевой позиции». В связи с чем, у научных установок в Беларуси плануется реализовать проект «Школа активного грамадянина», по трабое корректировки и законодавства у сферы другостной занятости неполнолетних. Утымнику процеденность студотрядов на широку предприемства упромать их не ожидают, при том, что сами бойцы держать такую форму другостной занятости вельми эффективной. «Студотряды – это как занятость молодых людей на время летнее, потому что все-таки дома сидеть не очень просто, а студотряды дают возможность как заработать, так и потратить время с пользой, так и сделать что-то хорошее во благо своей страны». Плывных корректировок потребуют и сами подходы до работы с молодёй. Под час семинаров оказывается думка, за якой никто не спорчается. Необходны науковые рекомендации з уникам айчинного и замежного опыта, покой не шматлики распросовки течет за токи студентского сяродя. О прочатах у пропонуванного нести коррективы в кадровую политику. Многие специалисты, которые работают с молодёй, не имеют ни профильной эдукации, ни даже специальной подректовки. Олег Сентяров, Валерий Капанько, телерадио «Гомель» Протягиваем выпуск. Белорусские аграры намолотили больше, как 4 млн тонн збожжа. По информации Наранецу, збожжевые Украине убраны амаль на 70% площав. По кашеке нашего региона 63% до плана и свыше 400 тыс. тонн собранного збожжа. По темпах работ лидируют господарки Хойницкого района. Тут засталось убрать меньше за 10% площав. Самый великий намолот в Туречицком районе свыше 50 тыс. тонн. Уборочная кампания знаходится под контролем МНС. Разом с хлеборобами на поле региона выезжают инспекторы. Захование пожарной безопасности на уборочной зараз одна из приоритетных задач вратовальников. На протягу сего жнива в регионе проводятся штоденные профилактичные рейды. Сегодня на одним из таких побывала и наша здымочная бригада. Дубрушевский район, зернеочищание, сушильный комплекс открытого акционерного товариства Калининске. Праца кипит. В ближайший час у господарцы плануют завершить уборку зерневых. Не глядяши на спекотную пару, инспекторов МНС устроили с Пашаной. Оперативно продемонстровали усе сродки пожаротушения, який маются на базе КЗС. А так само показали свои деяния в выпадку возникнения пожару. Добро от воротовальникова отрыма на праца протягивается. По противопожарным мероприятиям мы делаем все. Комбайны у нас имеют огнетушители, какой два, какой три огнетушителя по 8-10 литров они. Песок, кошмар, вода. Практически все. Со всеми комбайнерами и трактористами проведена была работа. Объяснили первое их действие при любом каком-то минимальном. Где-то дым появился, где-то возгорание, где-то что. Виктор Байдау – керой господарки 18 год. Каже, за этот час было усякое. Однако додает, что причиной надзвышанных ситуаций становились недисциплинарные порушения супрацовников. Навод на два рот его люди оперативно реаговали на выпадки, притремливались правила обеспеки, где-то куча чему, все обыходилося малыми стратами и без охвяр. Работниками МЧС производятся ежедневные мониторинги мест уборки, хранения и переработки урожая, в рамках которых особое внимание уделяется не только наличию и исправности первичных средств пожаротушения, но и знаниям персонала своих действий на случай возникновения пожаров. Тем более, что такие случаи уже были зарегистрированы в этом году на территории Республики Беларусь. У одну из господарок Ветковского района инспекция МНС завитала про монополию. Левые ротовальники спынили ближайший комбайн и провели проверку выконания потребований пожарной обеспеки на справе. Комбайнеры показали наявность вогнетушителям и искрогасильников на технице, погуторялись инспектором о правилах пожарной обеспеки. В этом году мы обеспечили все комбайны необходимыми материалами, необходимыми средствами пожаротушения. Приобретено все новое, полностью укомплектованные машины. Со всеми механизаторами, задействованными на уборке проводятся инструктажи, как водный, первичный, ежедневный. За каждым экипажем комбайнера замоцована техника, пристосована для тушения пожаров. Ее водителю инспекторы так само проверяют. Вогнетушитель на месте, правилами его использования мужчина володает. Наявность воды уборщи и справность техники продемонстрирована. Все добре, тут так само залик. С подобными визитами инспекторы МНС побывают во всех господарках в области. Евгений Кухаронак, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Ветковский и Добрыжский районы. Забарона на наведывание лясо уведена у пяти районах Гомельской в области. Добрыжским, Гомельским, Ветковским, Брахинским и Октябрьским. Тут установлены четвертый класс пожарной небеспеки. У Минлясгасе означают, коли не будет дождь, в ближайшие дни забарона может быть уведена и в инших районах. Дарыши спякоты в ближайшие дни заховаются. Синоптики снова обвестили оранжевую взрыву небеспеки. Денная температура поветра в особных районах краины досягнет 32 градусов. У Гомельской в области в ночи будет до 16, в день – до 27. Опадков не чекается. По прогнозам синоптика у спякотного в Беларуси будет, как минимум, до недели. Акция, просвеченная профилактици здоровья и несчастных выпадков у спякоту, прошла сегодня у Гомеля. Ее организовали волонтеры «Червоного крыжа» и специалисты управления по праце, занятости и социальной оборудовки. И они наведали некольких будовничьих объектов и сострелились с рабочими. Будовникам раздавали пятную воду и давали рекомендации об основных правилах безопасности у Горачая надборья. А кроме того, волонтеры подрихтовали информационные буклеты по навыках оказания первой медицинской допомоги. Это один из объектов, куда Красный Крест приезжает, чтобы оказать помощь людям, вынужденным находиться без питьевой воды в условиях высоких температур. Даже если не целый день находиться на улице, а кратковременно, при такой температуре, когда термометр выше 30 градусов, то можно получить и солнечный удар, можно упасть, удариться. То есть необходимо в жару пить водичку питьевую не менее двух литров в день, поменьше находиться на солнце, одевать головной убор, ну и смотреть за своим здоровьем. Акция «Выратуем буду униковать пякоты» проводится уже не первый год. Волонтеры «Червоного крыжа» у спякотных перейд так само раздают пятную воду водителям на трассах и охрариям на жневе. Техники белорусской чехунки до других европейских гульни оснастят бесперобойной мобильной совезью по всем маршруте. Новое техничное рашение презентовали у технику «Минск-Гомель». Во усіх вагонах усталевали кропки доступу вай-фай. Скористаться бесплатным интернетом могут абоненты усіх мобильных операторов. Военно-патриотичный лагерь «Патриот» открылся у Лоеве. На протягу девять седен подлетка, у яких знаходятся на разных видах профилактичного аулику, будут учить дисциплине и отказности за свои учинки. Подробязности в наступном сюжете. Лагерь «Патриот» прямая школьника у региона уже у шостый раз. Сюрлеты его удельниками стали 40 подлетков с Брагинского, Речицкого, Хойницкого и Лоевского районов. Это хлопцы в возрасте от 14 до 17 годов, які потребуют повышенной педагогичной уваги. Проект носить выховавчую функцию зрозумело, что за неколький дн кардинально поплывать на характер человека практически немогчимо, але работу лагеря-организаторы лечить эффективной. Есть детки, конечно, которые у нас не первый год, а приезжают уже не... Вот есть мальчик с Речицкого района, он уже у нас третий год, с Брагинского района есть, ребята из Хойницкого, которые приехали второй год подряд. Есть уже, конечно, как можно сказать, так наши выпускники. Это ребята, которым уже есть по 18-19 лет. Ну, я думаю, что результат есть. Видны изменения у детей. За девять дней они, конечно, учатся ходить строем, привыкают к дисциплине, которая от них требуется. Представник Брагинского района Максим Цдоров опытный удельник лагера. Хлопец скажет, что вернуться сюда снова вельми приемно. В лагере мне нравится. Здесь отлично. Знакомиться с новыми друзьями. Всякие экскурсии, по городу ходим. В организацию вчера ходили. На день открытия лагера был пограничный конкурс. Показывали оружие, как разбирают, слаживают собаку, показывают действия, как ловят преступника. Каждый день расписанная литерально по хвилинах с подшатку уздым и зарадка, после – адекватная и забавляльная программа. Подлетка у тымлик узнаемость с деятельностью правооховных структур. Таким чином можно казать и проведение профориентационной работы. Многие лихованцы делятся ожиданием стать в будущем милиционерами альбо пограничниками и готовые для этого поменять ставление до житя, стать больше отказными. Дмитрий Котов, Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, Пчаляры раскрыть сакрытеры мяства на фестивалі «Смак мёду» у Рогачовскім районне. Он пройдет у агроградку Забалотце 14-го жнивня. У пятый раз у День мядувого спасу фестиваль зберет пчаляров и саправдных гурманов мёду из разных кутков краины. Бурштиновые присмаки можно будет не только продегустовать, но и набить. Это и так само иншие новины вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.com «Бювай». Далее в эфиры де-факто и спортивные огляды я с вами разведываюся. Усего доброго и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто» в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Порезал прохожего и набросился с ножом на милиционеров. В Калинковичах госавтоинспекторы задержали опасного хулигана. Инцидент произошел ночью на улице Шлыкова. В милицию поступило сообщение что неизвестный ранил ножом мужчину и скрылся с места преступления. Эту информацию услышали по радиостанции сотрудники ГАИ, которые несли службу на территории района. Обследовав прилегающую территорию, они заметили похожего по приметам мужчину. Достав из кармана нож, мужчина оказал сопротивление сотрудникам госавтоинспекции, после чего к нему была применена физическая сила и спецсредства. В ходе разбирательства было установлено, что подозреваемый оказался 33-летний мужчина, житель города Калинкович. Причин своего поступка мужчина не пояснил. В этот же день в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Теперь к дорожной обстановке. В регионе она непростая. За сутки 33 ДТП, среди которых перевернувшийся микроавтобус, сбитый велосипедист и пешеход. Как итог, шесть пострадавших. Одна из аварий произошла в Гомеле. Здесь водитель Хеонда Крета на улице Чингарской дивизии, поворачивая налево, не пропустил переходящую дорогу пенсионерку. В результате женщину пришлось госпитализировать. Еще одно ДТП произошло в Рогачевском районе. Примерно 13.30 59-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ, на пятом километре автодороги лесная сказка Слобода из-за неправильно выбранной скорости выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП водителя, а также два пассажира 66-летних получили травмы, с которыми были госпитализированы учреждения здравоохранения. Не менее горячо было и спасателем. В области произошло четыре пожара. Так, в Гомеле сегодня около четырех утра горел балкон многоэтажки. Возгорание случилось в доме по улице 50 лет БССР. С огнем удалось справиться прибывшим сотрудникам МЧС. Пострадавших нет. Предварительная причина занос постороннего источника зажигания извне. Местом еще одного пожара стал Мозырь. Здесь горела квартира в пятиэтажке. К моменту приезда спасателей из окон уже шел густой черный дым. По прибытию спасателей к месту вызова из окна квартиры на пятом этаже пятиэтажного дома шел густой черный дым. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на кровати в жилой комнате был обнаружен труп хозяина домовладения. Еще до прибытия подразделения МЧС жильцы соседних квартир вышли на улицу самостоятельно. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь на Беларусь4. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Хоккейный клуб Гомель вновь уступил в серии буллитов. Во втором поединке предварительного этапа Кубка Руслана Салея Рыси проиграли украинскому Донбассу 5-6. Жлобинский Металлург также пока не побеждает. На домашнем льду Столивары проиграли Динамо Молодечно 1-5. Единственная в этом матче шайба хозяев на счету Даниила Маслюкова. Гомель и Металлург пока замыкают турнирную таблицу под группы А. Рыси с двумя баллами на седьмом месте, Столивары с нолем в графе набранные очки на восьмом. В пятницу 10 августа один из представителей нашей области откроет счет победам в турнире. Команды сыграют между собой. Поединок Гомеля и Металлурга состоится на ледовой арене Завтра Гомельская мини-футбольная команда ВРЗ проведет очередной спарринг. Подопечные Анатолия Яновского сыграют с российской командой новая генерация из Сыктывкара. Поединок состоится на паркете спорткомплекса «Локомотив» в Гомеле начало в 16.00. Команда Гомельской области заняла третье место в общем зачете Республиканских Олимпийских дней молодежи по стрельбе из лука. Соревнования проходили в Могилеве. В личных состязаниях у гомельчан в активе только одна награда на счету Никита Дубровского победа а также два четвертых места. В шаге от пьедестала в различных дисциплинах остановились Филипп Курленко Александр Ямром Данил Кравченко и Арина Шуляк-Нестеренко. В Гомеле проходит первенство области по боксу. За награды спорят юноши и девушки в возрасте 15-16 лет со всего региона. Эти состязания первый старт в новом сезоне и временно раскачку у боксеров нет. Надо сразу показывать высокие результаты. В конце августа в Гродно состоится первенство республики среди спортсменов этой возрастной категории. Областные соревнования главный этап отбора в сборную региона. Лидеры все здесь будем смотреть. Уже первые бои прошли достойные, упорные. Надеемся, что в хорошей форме подойдут к республике и покажут достойный результат. Предстоящий сезон не только для гомельского, но и для белорусского бокса обещает быть насыщенным. Летом 2019 года в Минске пройдут вторые европейские игры. Выступить на домашнем старте такого масштаба намерены и боксеры из нашего региона. Причем представительство Гомельской области при удачном стечении обстоятельств может быть весьма внушительным. Надеемся, что с нашей области наши лидеры смогут попасть и достойно выступить на европейских играх. Уже этап подготовки сборной начался, где приглашены наши лидеры. Это и Владислав Смягликов, и Вадим Панков, Максим Мисловук также готовится. Наши женщины, которые не лидеры в сборной, и Яна Бурим, и Аксенова, и Вебер, и Бруевич, и Кебикова. Уже осенью будет сейчас как этап отбора турнира класса Ливенцева и Кубок Республики Беларусь, где наша вся сборная, взрослая сборная будет участвовать. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.